Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вообще вопроса здесь нет. Здесь есть просто ситуация и, соответственно, эта ситуация, она описывается. Вот. И как бы все. Итак, встречаемся с парнем уже 4 года. И всегда, если его куда-то приглашают, а там есть девочка, он брал меня с собой и наоборот. Но, в смысле, недавно мы переехали и его коллега с новой работы пригласил на день рождения в загородный дом, где будут все с работы, в том числе и девушки. Когда я сказал, что тоже хотел бы пойти, он начал говорить, что хочет пойти один. И что отдых в боем это не отдых, что я как-нибудь должен буду на счастье отдыхать, и вообще там будет свой круг, своя атмосфера, и я там буду лишняя. Конечно, такого говорят впервые, и мне обидно такое слышать, но человек стоит на своем, и я не знаю, что делать. Все. Значит, вначале два вопроса. Что делать, чтобы что? И второй вопрос. А почему вы молодому человеку своему не верите? Ну, то есть, раньше было вот так. Теперь ситуация изменилась, и теперь по-другому стало. А почему вы не верите молодому человеку своему? Вот это первые два вопроса. На мой взгляд, ваше недоверие связано с неуверенностью в себе, со страхами, что вам изменят, что вас бросят и так далее. Может быть, ситуация связана с тем, что вы четыре года встречаетесь, и отношения как-то не развиваются, и он вам предложение, например, не делает, молодой человек. Это тоже может сыграть роль. Дальше. Значит, если вы куда-то приглашают, и там есть девочка, он у меня с собой. Вот такой интересный момент. Наличие девушек для молодого человека, когда он вас приглашает, является обязательным? Наличие мужчин для вас, когда вы приглашаете молодого человека с собой, является обязательным условием для приглашения или нет? То есть, это как-то выглядит для меня, на самом деле, показательным моментом в том, что вы встречаетесь. То есть, как бы подтвердить, вот нужно подтвердить, что вы встречаетесь, например, да, с, ну, вот, с кем-то, то есть, вот, с вашим молодым человеком, например. Если это так, если это так, то я бы сказал, что это может быть проблемой. Это может быть проблемой. Это может быть достаточно серьезной проблемой. Вот. Почему? Потому что, ну, опять же, это история про... Это история про то, что вы, вот, в себе не уверены. Это история про то, что вы, ну, как бы... Сомневаетесь в своей... Ценности, как бы... Для... 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 Для молодого человека. Вот. Понимаете? Какая штука. Сейчас. И... И... Исходя из этого, исходя из того, что вы сомневаетесь... Я думаю... Я думаю... Что... Начинать... Вам... Необходимо именно с этого аспекта. С аспекта того, в чем вы сомневаетесь. И как. Так. Далее. Вы пишите о том, что человек стоит на своем... И здесь у меня... К вам... Эээ... Вопрос возникает... Такого плана. А вы считаете, что человек не должен стоять на своем? То есть, вы считаете, что... Что... Молодой человек, получается, должен... Как бы... Как бы... Обказаться от своей позиции? Или как? Или что? Ну, то есть, вот давайте попробуем как-то эту ситуацию тоже... Рассмотреть... Чего вы ожидаете. Да? Само собой... Само собой... Что вы оказались, ну... Не готовы... К... Тому, что происходит. Само собой, вы оказались не готовы к такой ситуации. Это, пожалуй, нормально, что вы оказались не готовы к такой ситуации. Эээ... Ну... Именно конкретно с вашей обидой, я бы сказал... Конечно, имело бы смысл поработать. То есть, имело бы смысл вам посмотреть, а что же меня так вот в этой ситуации-то задело. Да? То есть, я не могу сама свой досуг организовать, например. Это... Одно дело. Если... Эээ... Если вы не можете... Эээ... Сами организовать свой досуг, это один... Это один... Ну, это одно дело. Ну... Эээ... Вот... Ээ... Если вам... Ну, как-то вот... Ээ... Ээ... Тяжело, неудобно, да, организовывать... Свой... Свой досуг самостоятельно. Самостоятельно, например. Это один момент. Но... Если... Речь идет о том, что... Вас это как-то задевает. Если речь идет о том, что вас это как-то напрягает. А вот... Если речь идет о том, что вы, к примеру, боитесь чего-то. Эээ... Если речь идет о том, что вы... Эээ... Что вы... Вот... Ну... На самом деле, там, не уверены в себе, и... Как-то... Вас это, ну, вот, в целом тяготит, да, например. То... В таком случае, мне кажется, уже нужно работать вам непосредственно над... Эээ... На себя, да. Ээ... И... Отношением... Отношением... Пожалуй, пожалуй. Отношением, в первую очередь, к себе. И, во вторую очередь, отношением к молодому человеку. Вот. То есть, то... На тем, как вы его видите... Как вы его воспринимаете... Ну, как вы воспринимаете молодого человека. Эээ... Вот. Это очень важный момент. Потому что, если вы этому внимания не уделяете... То... Будут... Как раз... Серьезные проблемы для этого. Эээ... Эээ... Ну, связанные именно, вот... Эээ... Соотношениями. Эээ... Эээ... С другой стороны. Эээ... 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 ваш мужчина, то есть, интересуетесь ли вы им, если да, то как, знаете ли вы, что с ним происходит и так далее. То есть, если на работе произошли какие-то изменения, да, например, если на работе вот, ну, случились какие-то изменения и прочее, то это, конечно же, повод эти самые изменения рассмотреть. А говорил ли вам мужчина о том, что вот, ну, в его жизни вот какие-то изменения произошли? Да, да, то есть, говорил ли он вам, рассказывал ли он вам о том, что вот, ну, что-то случилось в его жизни, что-то произошло вот на работе, что-то изменилось и так далее, да, как бы. То есть, вот одно дело, если он вам об этом говорил, то есть, если вы были в курсе этого, это одно дело. Если вы были не в курсе этого, это другое дело, этот молодой, ваш молодой человек почему-то решил вам этого не говорить, вот. Понимаете, да, в чём здесь вот, ну, в чём важность момента заключа. И на это всё нужно обратить внимание, конечно, конечно, вот. На всё на это нужно обратить, обратить пристальное внимание, что молодой человек, например, вам не говорит о том, что вот у него, а у жизни, да, у жизни, да, произошли какие-то перемены. Молодой человек не говорит вам о том, что у него в жизни вот, ну, что-то, ну, что-то изменилось. Вот, он вам об этом почему-то не говорит. Почему он вам об этом не говорит, например, да? Это важный момент, что он вам об этом не говорит, конечно. Это очень, очень важный и очень серьёзный момент. Поэтому вопрос доверия здесь, он очень, очень важный этот вопрос. Вопрос как раз, как раз вопрос доверия. Вот вопрос того, насколько вот вы друг друга слышите, слышите там, знаете, понимаете и прочее. Вот. Понимаете, понимаете, да, какая штука. Вот. Это тоже получается то, на что нужно обратить внимание. Вот. Ну и четыре года, четыре года взаимоотношений. Срок, конечно, срок большой, конечно. Вот и если за это время у вас или у него возникло такое ощущение, что отношения не развиваются, например. Это, конечно, тоже оказывает очень серьёзное влияние. Вот. На взаимодействии между вами. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.